Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю за Рим проходить Old World. Игра всё ещё в раннем доступе, давненько просто не было прохождения, смотрим, что тут нового появилось, уже много всего изменилось, и картинок, и прочего, прочего. Минус, как я считаю, игры единственное, это её оптимизация, она начинает тормозить уже, даже не в середине игры, в общем-то. Ну, в прошлой серии, да, кстати, если вы случайно наткнулись, то лучше начните с первой серии смотреть, а в прошлой серии у нас умер Кейсу Великий, и у нас новый правитель, король Валерий Новый, 41 год. Вот, смотрим, он у нас мудрый, дисциплинированный, но не храбрый, такой, трусоватый. Ну, мне кажется, для правителя, тем более, что я не собираюсь его генералом делать, это нормально, всего лишь у нас минус 8 военных очков будет, у нас и так плюс 93, капает. Кстати, между прочим, я не обратил ваш внимание, что приказы можно как раз за военные очки покупать, а ведь приказ 100 военных очков стоит. И когда тут вот есть предел, на самом деле, больше 2000 они не копятся, и когда вот до 2000 тут дойдет, если дойдет, то они будут конвертироваться автоматически в приказы. Так, во-первых, надо его в губернаторы посадить, в Рим, по-моему. Так, может, у нас тут король сидел, прошлый. А, нет, он у нас из Фабиев, блин. То есть, тот король мог в Риме сидеть губернатором, а этот уже не может. Ну, давайте, может, так, какие у нас еще города Фабиев? Вообще странно, я считаю, что король должен мочь вообще в любом городе быть губернатором. Мне кажется, немножко неправильно. Ну, да, только этот... Так, а могу я убрать, интересно? Просто я хотел бы пересадить его в Рим, ведь он тут на проценты дает денег. Естественно, с Рима больше денег будет, чем с Аретиума. Или никак не убирается губернатор. Ctrl, плюс, кликну это выбрать. Жаль. Причем, у меня почему-то тотальная нехватка, на самом деле, губернаторов и вообще людей. То есть, вот у меня в городах Юлиев вообще ни одного губернатора нет, потому что их не хватает. Так, тут я монастырь... Ага, значит, все-таки не исчезают эти ребята, отлично. Вообще, я могу продолжать. Ну, я бы еще монастырь построил. Вот тут я собирался монастырь строить, да? Ой, то есть, храм. Монастырь как раз я построил, он дает плюс 20%, а тут храм будет у нас. В Риме. Иудейский. Так, тут я как раз стрелковую. А, какие... Да, кстати, какие у него эти перки, я, наверное, уже не смогу использовать двух рабочих на одной клетке. Новый. Так, так, судья. Минус 50% стоит сменить закон, нафиг надо. И ускорение... О, ускорение по сроке специалистов за деньги. Вот это круто, я думаю. Это круто. И он еще котик канцлером, может быть. Могу я короля канцлером поставить? Нет, не могу. Жаль, я бы его сделал канцлером. Так, ладно, давайте попробуем ускорять специалистов за деньги. А, ну это увеличивает на 11 несчастья, между прочим. Кстати, обратите внимание, у меня уже в минус пошло несчастье. То есть, перестало добавляться, я уже в Риме сделал... Так, значит, за счет чего? Минус 4 за счет двух добавленных люксов. Больше, кстати, нет. Есть еще лаванда. Давайте лаванду еще в Рим. Чтобы вот этот минус в процентах убрать. Во, минус 2 уже. Отлично. Отлично. Что еще у нас влияет? Ну, плюс 10 из-за сложности. Я, по-моему, на предпоследней играю. Толерантность принята. От религии национальной. От колизея еще минус 1. Ну, отлично. На самом деле уже... Тут мы сможем улучшить состояние. Так, это у нас пастух тут делается. Я бы, наверное... Наверное, каменотеса... Следующим стоит. Вообще за один ход. Все строится. Не знаю. Спецов на добычу дерева. Не охота. Я бы вот... Наверное... Нет, давайте, наверное, в колизей. Еще одного. Например, тут каждый специалист требует жителей. Видите, у меня 2 жителя пока остается. То есть, у меня тут быстро уже так делаются спецы. Вообще кайф. Так. Ну, в бенивентуме я продолжаю юниты строить. Давайте лучника, пожалуй, сделаем. Вообще, это не бенивентум был. Это по мантию. Вот это бенивентум. Так. Тут я сделал... Ага. Я сделал шахтеры специально, чтобы вот эти ребята... Смотрите, у меня уже все практически объединено. У меня маловато железа стало внезапно, потому что я очень много армий строю. Вот знаете, настолько много, что все равно отстаю в силе от всех моих соперников до сих пор. Так, что же тут мы сделаем дальше? Проекты нет, фестиваль пока нет. Но тут, видите, уже большой. Плюс 5. Тут я с этим пока не справляюсь никак. Не могу улучшить. Ну, все в Рим, все в Рим. Уже там больше выхлоп. Милиция. Ну, давайте, может, еще спеца. Вот, кстати, на благовоние. То есть, тут сделано так, что обработанная роскошь дает ресурсы вот эти, но саму роскошь не добавляет, пока, собственно, вы спеца в нее не посадите. Поэтому тут спец нужен, да. Так. Еще умер один какой-то наш министр. Ну, это он в правлении был, ну и король, конечно же, умер. Так. Мир. Я бы, наверное, заключил мир. Вот это место я как раз захвачу и тут я поставлю юнит, чтобы он стоял здесь. И вот тут два города поставить. Я как раз, по-моему, два посела строю, да. А, тут у них даже еще два поселения. С этим я пока не разберусь. Так что, наверное, давайте уже... Так, перемирие. А, может, чтобы они дали хорошую причину? Какой у нас вообще по силе? Они слабее. Может, они дань заплатят? Давайте вот это выберу. Так, наши шпионы сообщают о контактах Персии и Египта. И мы можем... Благодаря этому мы можем улучшить отношения, что с теми, что с другими. Ну, с Египтом у нас так, плюс 107. С Персией. Отправить Персии 110 дерева. А тут науку я точно не хочу. Ну, давайте, кстати. Почему нет? Сейчас нам дерево уже не так сильно надо. Да, я там одного... Ну, и так не хватает для строительства лучников. Тем более, что скорее надо не лучников, а булаву строить. Давайте с Персией улучшим. И выбираем нашу амбицию. Построить фять полиболосов. Это... Или катафрактов. Это юниты, которых... Я, по-моему, даже их еще не открыл. Давайте откроем, как у нас тут с семьями отношения. Блин, а что с Фабиями-то минус стал? Уже король умер. А что это вот это взял наши деньги и ничего не сделал? Это что интересно? Вот это я помню. Блин, у Фабиев хреновый минус, потому что... Потому что... У меня все войска Фабии. Если минус, то они, собственно, минус будут к силе иметь. Так, открыть гидравлику и... Чейн-драйв... Чейн-драйв... Цепной мотор, блин, как-то... Чейн-драйв... Ну, то есть, видимо... Когда крутишь это колесо... И с передачей... По цепи... Заключить мир с тремя племенами или империями... Ну, и все сложные, кстати. Все сложные. Так, давайте... Полиболос, катафракт и гидравлика... Чейн-драйв вообще посмотрим, где это. Так. Трирема, трирема... Баллиста... Может, оно здесь... Может, я уже их открыл? Нет, если бы открыл, я бы уже видел их... Катафракт... Нет, катафрактария вообще где-то далеко, кстати. Я помню. Вот, по-моему, да. Вот катафракт. Аполиболос... Или полиболос, как правильно. Вот полиболос. А, ну и вот, кстати... Чейн-драйв. Между прочим. Слушайте, ну это далековато. Я не знаю, успею я за жизнь... Какая-то нормальная амбиция, да? А что там еще было? Чейн-драйв... И гидравлика. Ну, мне кажется... Полиболос... Больше шанса... То есть, это мне надо просто открыть... Сколько тех? Два... Три... Четыре... И построить пять полиболосов. Кстати, прикольная штука. Хотя он против стреляющих... Имеет бонус... При атаке вперед он имеет пятьдесят процентов силы. И против стреляющих юнитов тоже плюс пятьдесят процентов. Ну, кстати, по-моему, насквозь еще пробивает, типа, на две клетки. Так, ну это пять тех. А до гидравлики... Ну, то есть, еще плюс две, грубо говоря. Ну, мне кажется, без библиотек я это нельзя... Давайте, наверное, я возьму на полиболосы или катафракты. В катафракты я точно... Позже пой... Хотя, слушайте, катафракты... Ну, здесь просто техи более... Лучшие даже для развития, чтобы идти в чейн-драйв. То есть, во-первых... Вот эти... Конные лучники. Потом еще открою... Арбалетчиков, куда у меня луки смогут апнуться. Тут у меня порт есть. Который дает деньги. А в катафрактарии что? Стремена. Форты. Ну, философия инженерия, как цивики, принять. Ладно, давайте полибол... Ну, я что-то очень сомневаюсь, что у меня получится ее выполнить. Приняли. Так, значит, тут я хочу... Мне тут надо отойти... От этих ребят, потому что... Иначе... Убьют мне моего... Парня. Тут давайте... На холм, наверное, встану. Мне кажется, они следующим ходом что-нибудь предложат для мира. По идее. 56 процентов... Ладно, давайте... Минус, правда, минус к атаке. Но, тем не менее... О, я тут лечиться могу? Вот это я, кстати, не знал, что если ты вот так захватил поселение, даже, типа, это как бы твоя территория считается. Ты можешь теперь тут лечиться. Ну, прикол. Это реально... Да, ну, я армию строю, потому что я все боюсь, что у меня Ассирия. Как эти кто-то соотношения со всеми странами. Пусть так у нас новый король стал. Очень хорошие со Сирией, между прочим. Да вообще, как бы, со всеми ничего такие. Небольшой минус только с греком. Кстати, неплохо даже. Может, этого тогда пока переводить тоже туда, на фронт? Как у нас приказов? 13. Так, ну, я где хотел, я походил. Слушайте, давайте я в Риме, наверное... В общем, это вот так быстро строится. Ну, тут плюс 50% за счет... За счет семьи. Потому что Юлии... Не Юлии, Клавдии дают минус 50% к стоимости вот этих спецов. Но все равно тут не так уж много цивиков было. Ладно, давайте дальше Десайпла. Еще построим. Нам надо тоже и распространять, и храмы с монастырями строить. Надо вот тут, наверное, монастырь будет построить. Потому что рядом с плантацией... Видите, за счет соседства с плантацией еще плюс 1,2 культуры и плюс 3 яблочка. В общем, как-то еды дофига. Так, что у нас тут с рабочими? Кто же плантацию завершил? Интересно, а мне лесопилка Египта дает за соседство? Ну, почему я не могу вот здесь... Вот плохо у них сделано. То есть вот тут я просто навожу мышку, да? Вот это удобно, что они показывают выхлоп. Но при этом тут нету лесопилки, потому что, типа, я на этой клетке лесопилку не могу построить. Значит, ее тут нету. Но они могли бы вот тоже так же сделать. Вот, типа, ее не видно вот так. Она затемнена. Но хотя бы есть, чтобы я мог навести и посмотреть выхлоп. То есть мне надо... Ну, давайте я сюда перейду. Так я хочу тут, вероятно, лесопилку. Постойте, просто хочу увидеть 6. А, слушайте, так они не дают сосед... А, нет, вон, плюс 10, плюс 10. Да, есть. По 10% от каждой соседей, значит, египетская не дает. Строим в любом случае. Видите, как переходит от рабочего к рабочему. Вот тут у нас аж три рабочих. Стоит амфитеатр. Так, а хемлеты 10-10, да? Я бы вот здесь хемлет построил, а амфитеатр тогда здесь. Потом колизей здесь. И, соответственно, еще один... Ну, хемлет это, не знаю, я коттеджи их перевожу. Значит, еще здесь можно. Ну, и вот тоже у них нету никакого рисунка. Вот они розовые, не очень визуально. Честно говоря, вот сейчас пока это выглядит. Так, тогда вот тут можно будет амфитеатр. Здесь колизей. Пока здесь я не могу, потому что нету двух соседних городских построек. Как бы. Давайте тогда вот здесь еще коттедж. И тут тогда у нас будет амфитеатр для этого города. Видите, написано амфитеатр. Должен быть рядом либо с центром города, либо с двумя городскими тайлами. Сам коттедж является городским тайлом. Или вот здесь я мог бы его строить уже. Ну, я... Кстати, давайте мы этим начнем, в общем-то, коттедж. А вот этим рабочим сюда перебежим и будем амфитеатр строить. Вот сейчас просто покажу вам. Куплю приказ за 100. Останется один приказ. И здесь можно амфитеатр создавать. Вот так. А потом, наверное, здесь я построю колизей, и чтобы тоже соседство было со всеми этими. Так, значит, у нас не походил. Эти ребята все тут стоят. Видите, я тут собираю войска, потому что я боюсь, что если Ассирия мне объявит войну, собственно, она будет на каплу и нападать, естественно. И первый год правления Валерии, Валеры, Валера закончился. Греция. Надо еще глянуть, кто с кем воюет. Блин, у меня еще денег дофига. Надо шпиона, наверное, в Карфаген еще внедрить. Видите, я уже... Так, ну это не больно пока. Нормально выжили. Надеюсь, что сейчас на медицы пришлют предложение какое-нибудь. О, зарастризм легализм принял. Прибыло... Богатый торговец из Антиума прибыл с экспедиции, привезя подарки для правления. Плюс две харизмы, либо... Нам нужен этот торговец при троне. Давайте его возьмем, но он, по-моему, будет... Он будет, скорее всего, вот этим Фабиев. А у нас, как бы, их и так дофига. Минус трон, вот. Блин, а что у нас так мало реально? Смотрите, у нас при правлении только жена, наследница и вот этот герцог, губернатор Анти. Все. Добавилась Помпея торговец. Да, Помпея. Может попробовать ее либо послом, либо канцлером посадить, а эту тогда в губернаторы направить. Так, иногда молодые видят лучше, чем более ясными глазами, чем люди, у кого есть большой опыт. Изучая риторику, принцесса Симпрония стала посредником, регулируя споры между однокурсниками, учителями и даже посетителями школы. Одним из ее недавних успехов было разрешение напряженных отношений между семьями Юлиев и Клавдиев. Они бесконечно благодарны. Так, значит она должна сфокусироваться на обучении, получит плюс одну дисциплину. А это у нас не наследница, по-моему. Нет, наследница. Да, пускай сконцентрируется. Мне цивики сильно не нужны сейчас. Новый тип животных открыт. Ученые с Бенивентума утверждают, что открыли новый вид грызунов в замороженных колмах за пределами города. Эти маленькие пушистые существа малолюдны, чтобы поддержать торговлю, но они могут быть полезны в другом случае. Что с ними делать? Продать им из эготических животных 360 монет. Отправить экспедицию, чтобы больше их изучить. Ну, давайте изучить. Я науку хочу. Сейчас я как раз гражданство открою. Нет? Да, открыл. Отлично. Так, дальше мы продолжаем в библиотеке идти. А гражданство, по-моему, позволяет им законы принять. Да. Чуть божественное правление на 20% дешевле стоимость строительства чудес. И как раз можно язычество понять, как национальная религия. Но вот это мне не очень, мне кажется, надо. каждый суд минус одно нищебство. У меня пока судов нету. Так, слушайте, так, а смысл тогда ее принимать пока? Так, давайте отложим. Там суды, эти мы как раз суды сейчас и сможем строить. Благодаря открытию гражданства. Да, все-таки нумидийцы ничего не прислали. Никаких предложений. Выживут ли мои лучники? Никаких идей должны, мне кажется. Отступаю все еще. так, что рабочие делают. Это у нас так, стоп, я хотел канцлера попробовать. Она не может быть канцлером, да? Только губернатором. Вот фигу у нас этих губернаторов. Так, давайте посмотрим хорошо у Фабиев какие тут есть губернаторы. Она это Фигулина может быть только губернатором, да? Хорошо, вкапуе. А, тут вообще нету губернаторов. А, ну, потому что гарнизон не построен. Так, сорян. Аулус может быть или он не может быть министром. Ну, блин, ну, его канцлером ставить это фигово будет. Он очень большой минус будет к науке давать. Конечно. Ну, вот это чулиха покруче губернатор. Давайте-ка ее улучшим. Ну, да, минус 50%, хотя, минус 50% стоимости улучшения. давайте пока его оставим. Еще у меня есть города Фабиев. три штуки, да? Фигово, блин, я не могу никак вот это выплатить, просто потому что у меня нету даже кандидатов. У меня почему-то одни слушайте, а в шпионов есть кто-нибудь вариант? Тоже нету походу. Угу. Ну, кстати, давайте я ее в Карфаген назначу. Внедряться будь здорова. То есть я уже вижу Грецию, Оссирию, Египет и Вавилон. Мне осталось Карфаген и Персию рассмотреть. Бараки я тут построил, да? Ну, что еще бараки строить чтобы все быстрее в этих городах создавалось. Так, тут у нас ферма и тут я собирался собственно в этой ферме. Так, суд. Мне нужен суд. суды просто плюс 20% цивиков, да? Неважно с чем они рядом. Тогда наверное сюда поставлю. 100 камня, 100 камня, кстати, между прочим. Так, здесь после рабочего я хотел вот сюда фермера, чтобы добавились вот эти клетки вокруг. Так, и этого рабочего. вообще у нас 10 приказов. Кто у нас тут еще есть? Этим я уже походил. Этого бы я перекинул на самом деле в капую. сколько, да? Давайте перекинул. Так, эти пускай стоят. А, стоп, подойти, я могу апнуть, давайте одну на фокус. Как минимум одного уровня всех можно сделать. Плюс 10, если поврежден. И вот, Eagle Eye игнорирует дистанцию. Вот это круто для лучников, конечно. Так, этот не надо ходить, этим этот high speed. Четыре приказа. Давайте подумаем, что мы этим давайте я, просто сюда подойду, а три оставшихся приказа беременны хочу поплавать. Так, что тут интересно с генерами, с картами, все постоянно смотрю, что тут невозможно ни города ставить, ничего. Так, ну что, меня интересует, выживут ли мы эти лучники. Я ставлю на то, что все-таки выживут, но на тоненького. У меня там два генерала еще в них. Ну, это тоже все Фабии. Я запишу, Фабии так расплодились, а Клавдия и Юлия сидят и... Нет. Так, умер король Ассирии, новый король появился. Запрос от Карфагена. Посланцы Карфагена должны преклонить колени перед троном и они смогут встречать с вами глазами все равно. Лучше перевести, наверное, они пришли просить помощи. Будучее поколение наших людей будет помнить вашу щедрость, пожалуйста. Ну, короче, помогите нам. На самом деле, вот тут как бы мы даем либо 260 камня, либо отказываемся. На самом деле, они потом возвращают что-нибудь. В принципе, я, наверное, даже дам мне там и что суды надо строить, но я думаю, у меня будет достаточно. Так, я все еще не хочу принимать. Я чуть... Будут суды, хотя бы хоть несколько судов, тогда можно будет принять legal code. А смысл сейчас? Я просто буду тратить цивики ни на что. Так, ну что, убили мне там лучника? Выглядело так? Да, все-таки выжил, смотрите. Ничего себе. Так, давайте вот этим убиваем. Этим отходим. так, теперь рабочие смотрим. О, Odeon достроен. я суды хочу везде строить, конечно же. Конечно же суды. игру мне предлагает тут. У нас, кстати, еще можно плантации там. Блин, я бы, наверное, суд вот здесь построил, честно говоря. от этого. Так, ну сколько рабочих вообще еще свободно? Ага, я построил здесь иудейского священника. Так, я бы им строил монастыри и храмы. монастыря, но тут нету ни одного, ни одной плантации. Давайте просто а он считается интересно этим городским кварталом или нет? интересно, а вот тут если я его построю, просто тут плантация есть, но она к другому городу относится. Походу она не будет или будет. Давайте попробуем здесь поставить. Видите, анимации для миссионеров нету. Так, этот рабочий и этот рабочий. Этого бы парня я, пожалуй, перебросил сюда плантацию строить. Этим я хотел здесь вырубать кустарники на самом деле. так, у нас в двух городах завершены постройки. О, появился стоп, а почему, а почему-то я здесь могу его в губернаторы посадить? Тут Юлии? Слушайте, может, это зависит от отношения семей? Подождите. Да нет, все везде плюс. Плюс, хотя, может, тут вот вообще они Юлии прям зеленым, поэтому я могу, он же как бы к Фабиам относится. но я могу его здесь в губернаторы посадить, а в Риме? Помните, я в Риме не мог. Ну, Рим это Клавдия. Могу. А почему я тогда не мог? Ну, я, конечно, его в Рим определю. Хм. Непонятно, честно говоря. Еще одного губернатора мне, но, ну, на самом деле, мне надо гарнизон достроить, вот один ход сейчас достроится в Капы, и для Фабиев у меня есть ребята. Мне бы, кстати, надо, чтобы вот эти как-то в иудаизм перешли семьи. А это можно как-то их запросить, например? только убить, если... так, ладно, что нам в гости строить? Тут у нас нацилики. Культуру бы тут как-то улучшить. Ну, дороговато. Миссионера. Стены. Давайте, наверное, сокровищницу. Вантеуме... Вантеуме мы постоянно армию строим. И, пожалуй, теперь булаву давайте. Она... Слушайте, может пару анаграф построить? Они, по-моему, как раз будут апаться, ну, там, написано, что в Манганеллы, но, по-моему, они могут эти... Как он там? Полюбасы я их... Палабасы или как? Видите, атакуют сплэш на 25%, то есть они всем окружающим наносят четверть урона тому юниту, по которому они стреляли. Нет, давайте сначала этого еще, а потом анагр. Как у нас, опять же, отношения в плане силы с другими? Эти намного сильнее, эти просто сильнее, стретись, греки уже просто сильнее, персы тоже просто сильнее, Египет тоже просто, карфаген... О, так, слушайте, я уже постепенно смотрю тут армию, настроил, что можно... Так, а что тут было построено интересно? Непонятно. вот я зря там в очередь поставил анагр, потому что он требует камень для постройки, а мне камень надо будет на суток, чтобы дойти так пока без очереди, и здесь наверное лучника. Так, у меня еще один приказ есть, этим рабочим нету смысла, этот хайс стоит, так, давайте вот этого апнем, эти храбрые, сделаем, ну что, опять вопрос убьют ли мне этого лучника, но он в лесу, он на холме, то есть, а там это все стреляющие, то есть, они по, ну, стреляя в лес, ну, правда, это не лес, это кустарник, но я думаю, тоже какой-то штраф дается, к силе, так, нет, 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 даже, даже нормально стоим еще, как ни странно, правда, оттуда выйти уже не получится, так, ваша отцовская позиция, наверное, представители академии прибывают ко двору свести о принцессе Симпроне, она была здоровой, оказалась такой же мудрой, как ее отец, король Валерий Новый, ну, не здорово, в смысле, она хороша была, вот так, лучше скажем, так, благодаря тому, что у короля двой мудрости, ну, вот она получает мудрость, так, это ж наследница, да, я надеюсь, да, закончила обучение риторики, а нафига я ее риторики обучал, мне кажется, надо было, хотя, по-моему, я хотел цивиков побольше, да, так, значит, она становится либо ученым, либо дипломатом, ученый три мудрости, он может проводить проект в столице, ну, когда она правитель, такой запрос, и может вот четыре карточки тех, когда вам дают на выбор, что изучать, вы можете их заново перетасовать, какие-нибудь другие, чтобы выпали, а дипломат может заключать альянсы со всеми, все лидеры плюс 40 и плюс 3 кхарри, давайте, наверное, дипломата возьмем, правда, она, похоже, губернатором не может быть, да, так, ну что, кажись, мы выполним сейчас наконец-то да, амбицию на 6 губернаторов, отлично, 4 амбиции выполнено, что тут рабочим, на рейджи, на рейджи, построим, так, что здесь делаем, тут еще, так, этим пока рабочим не хочу ничего делать, давайте смотреть на юниты, этот хайп, этот хайп, пока тут стоит, этого, стоп, он уже апнут, пока пускай тут стоит, почему я не беру фортифай, то есть, укрепление, потому что это приказ тратится, блин, а я уже смотаться отсюда не смогу, я не помню, по-моему, тут прокачка не лечит, нифига, а если я подойду тем лучником, то его убьют, скорее всего, да, а, он отсюда может, ну, давайте я попробую, мне кажется, этого убьют, так, давайте беремый, дальше доплаваем, я уверен, что тут ничего нету, но просто интересно, да, все, конец, конец карты, так, что мы этим можем построить, амбар, амфитеатр, хорошо, где у нас, опять же, если я, может, здесь построить коттедж, а здесь амфитеатр, потом, как-то вот так, потому что он тоже городским этим считается районом, семь приказов, давайте, давайте, попробуем этого на помощь прислать, этого сюда лечиться, лечиться, блин, лучника не поставил сюда опыт получать, ну, ну, ладно, так, ну, что, убьют лучника, не убьют, вот этого, меня, этого, скорее всего, нет, а вот если этого будут атаковать, то убьют, я думаю, что вот этот точно проатакуют этого, нет, все этого проатаковали, прикол, так, мы открыли всю территорию Карфагена, во время строительства в Беневентуме рабочие нашли старый храм под строительным местом, так, надо решить, что делать, либо мы получаем Акалита, ну, это спец, который в храм, собственно, в святилище садится, либо 275 камня, давайте Акалита, можете посмотреть, заходим в Беневент, и где он, где у нас светилище, вот светилище, вот Акалит, здесь, ну, можно его дальше еще, видите, тут три градации, таких зданий всегда три, так, ну, наверное, тут надо доделать шахты, в любом случае, блин, а что у меня, а что у меня так мало приказов как-то, вроде плюс 22 написано, а получилось 15 как-то, так, инфитеатр, подождите, дайте я тут юнитами похожу, ну, почему криты не проходят, я думаю, что вот этому все-таки лучнику гамовер, так, четыре приказа, нет, а тут не лечится, must be in front, интересно, почему я тут лечился, вот, на этой фигне, не понимаю, давайте лучника сюда поставим, чтобы он опыт получал, так, беремый, я не хочу ходить, у меня три приказа и два рабочих, тут и тут, ну, давайте, наверное, в суд, все, приказов больше нет, о, я уже на четвертое место вышел, ну, серьезное отставание от Карфагена, Греции, Осирии, по очкам, но Египет, Персия и Вавилон обогнаны, хотя они довольно близко, а что-то это минус 14 improvement construction, вот это минус 14 откуда взялось, а, слушайте, минус 1 приказ, это когда охраняем, вот это я не знал, честно, то есть, минус 1 приказ за то, что вот я охраняю вот это место идет, это ладно, но минус 14 улучшение, может, это все-таки считается этим ходом, то есть, ну, улучшение конструкции, грубо я строю улучшение, неужели во время строительства улучшения это тоже влияет на количество приказов просто, прикольно, ну, опять же, я могу, на самом деле, купить приказ за соточку, но я не вижу, хотя я могу пойти вот сюда суд строить, почему бы и нет, мне надо 3 приказа для этого, не, ладно, не хочу, не хочу, давайте смотреть, как убивают наших лучников, блин, ни одного крита не проходит, прокачанные лучники, криты, которые на криты еще и прокачаны, нифига не проходят, где-то там, нет, все, это мухана, и это мухана, блин, всех убило, ну, как так-то, а нет, да, не выжил, ну, я знал, на что шел, с одной стороны, так, что-то опять король Ассири умер, что-то у них там быстро это все меняется, за растризм принял еще теологию, греться в войне с нумидийцами, так, наша наследница стала главой Фабиев, а вот наш губернатор Антиума умер, что-то один из, в манихей, в манихейство переконвертировался, один из наших губернаторов, ой, получила трейд Симпрониал Лоял, что это дает, плюс две дисциплины, класс, прикол в том, что она на 50% карфагенянка, на 25% египтянка, и только на 25% получается римлянка, ну, твари, завалили всех моих, лучников прокаченных, там третий уровень был, третий уровень у всех, эх, блин, так, что-то я хотел посмотреть, блин, я забыл, что хотел проверить, ну, там, в связи с событиями, а, губернатора я хотел, Ванчу, умер этот, я думаю, что тут должен, никого нет, класс, ну, у нас три человека всего лишь при троне, три, у нас тут вот эти, кто-нибудь умирает, у меня уже сюда никого, никого, я не понимаю, что я делаю не так, почему у меня не появляются вот эти люди для правления, что именно я делаю не так, что-то силы Ассирии, военные силы Ассирии только что разграбили лагерь варваров и они оказались, подожди, и оказалось, что их самих разграбили, что-то я не понимаю, царь Ремут Адад Новый, хотел предложить часть того, что они разграбили в знак продолжающейся дружбы, так, драгоценные камни из разграбленной гробницы, свитки, либо упускаем все себе, давайте свитки возьмем, 120 науки, плюс на один ход, видите, приблизилась к открытию библиотек, так, так, из Персии предложение для принцессы Семпрони, ортабанус ученый, он может быть ученым, губернатор и шпион, кстати, мудрость, интересно, он будет универсальный, то есть, он не будет какой-то их семье, если не будет никакой семье принадлежать, то он очень круто сядет вот в тот город, где у меня куча шахт, так, а этот у нас фанатик, нет, мне вот этот, давайте согласимся, я хочу проверить, будет ли он универсальным губернатором, великолепные мыслители, колония мыслителей и художников и торговцев выросла среди низших слоев приграничной деревни, эти исключительные простолюдины надеются изменить свою нацию, и мы должны извлечь выгоду из этого пула молодых талантов, кого мы призовем к трону, ну, чтобы правление, так, это все 960 монет стоит, денег у меня дофига, ученого или министра, он может быть генералом, губернатором, агентом, ну, вот, кстати, появляются люди, я бы, наверное, математика призвал, так, теперь давайте смотреть, у нас появились, ну, я не вижу мужа наследницы, честно говоря, у трона, подождите, глянем, а почему, вообще, не Камила, кстати, наследницы, я так и не, то есть, какое-то было событие, после которого она потеряла на герои, она не погибла, она вроде жива, 23 года, почему у нас Сепрония, ну, вот, она, кстати, вышла замуж, может, он в следующем прибудет, ходом, а, давайте глянем, в любом случае, в Беневентуме, ну, вот это, видите, Аймила, ученые, она относится к Клавдин, то все-таки все к каким-то семьям, в любом случае, а, вот, реально можно его, ну, от шахт плюс 50 выхлоп, естественно, до сюда, давайте смотреть, 103 железо и 112 денег, смотрите, сейчас мы его посадим сюда губернатором, ну, не то чтобы, ну, на 26, на 26 увеличилось, как минимум, выхлоп железа и чуть больше денег тоже, нормально, он тут хорошо, ты его место, отлично, так, хорошо, а как у нас есть города Клавдия без губернаторов, а у нас нету без губернаторов, ну, тут я вот могу вот этого ученого, да, сажать, 4 цивика плюс 90% к науке, так, 4,6, 9, а время 47, вот если я сюда вместо короля посажу, она будет давать плюс 30 науке, король дает плюс 10 науке, ну, правда, еще денег, слушайте, может, ее посадим тут губернатором в Риме, как бы, блин, плюс 90% к науке, это же охренеть, а этого парня, а короля мы можем, я так знаю, что в любом городе посадить, может, в осью тогда, у нас, по-моему, руководство без губернатора, а, у нас еще антиум без губернатора, да, но он тут не в тему, потому что у него минус как раз к тренировке, то есть он будет, наоборот, штраф к строительству юнитов в этом городе давать, хотя и плюс 50% к защите, ну, я не думаю, что Египет на нас нападать будет, да, вот у меня бы в антиум губернатор еще, теперь у меня уже у Фабиев нету никого, в Капу и у нас есть губернатор, ну, еще нету губернатора, не, и в Неаполе есть, смотри, так, может, так, у меня, собственно, везде есть губернаторы, кроме остеи и антиума, но очевидно, что король именно в остеи круче будет работать, так, отлично, теперь со строителями разбираемся, ага, посел, этого сюда отправляем, блин, может, тут и ставить город, давайте, так, какие у нас города, три Фабиев есть, три Клавдиев, два Юлиев, ну, к сожалению, минус 14 будет от дистанции, но надо Юлиев ставить, у нас вот такая просто расположение городов не очень, так, этого полечим, пожалуй, и в городе рабочего, потом можно форум, так, дальше, этого на строительство суда, только вот здесь, суд не дает никаких соседств, да, никому ничего, да, просто, он просто нужен для дальнейшего развития, поэтому так ставим, видите, тут он 80 камня стоил, между прочим, я думаю, что это из-за каких-то способностей 7, так-то он 100 камня требует, так, и я вот здесь хотел колизей строить, а, видите, тут культуры не хватает для колизея, а когда улучшится 4 хода, ладно, сейчас надо подумать, тогда что-то еще строить, монастырь готов, ой, не монастырь, храм, храм, плюс 08, ну что, в беневентум пойти, монастырь и храм строить, пока, вот сюда, наверное, монастырь, видите, тут я могу храм Соломона, то есть это чудо религии, ну, собственно, только я его могу строить, так что нет смысла спешить, потому что он строится только в святом городе, а это беневентум у нас, храм, храм, только рядом, просто 20, ну, храма могу, например, здесь построить, да, монастырь рядом с плантацией, давайте монастырь, и два рабочих, этот у нас достраивает амфитеатр, колизей, я, по-моему, тут тоже не смогу строить, да, нам тут уровень культуры показывает, да, здесь сильно, колизей, здесь колизей, просто только после амфитеатра, суд я строю, два хода до библиотеки, может, еще один, да, и, кстати, видите, коттеджи через сколько-то ходов, вот, наверное, через 7 ходов станет деревней, это все четвертая цила, это механика игры, в четвертой циле было два разных стиля игры, либо через фермы, и, соответственно, великих людей, либо через коттеджи, я не знаю, имеет ли это свойство и здесь, давайте я вот здесь, наверное, коттедж построю еще, так, теперь, что в городе, тут мы трежери сделали, да, большой, конечно, мы, я могу лаванду еще, интересно, а в Рим вторую копию лаванды можно посылать? Нет, все по одной копии, шесть приказов, фестиваль, ну, мне кажется, может, стены построить, то, четыре хода до улучшения, ладно, давайте еще последователи иудаизма, мне реально надо распространять его, мне бы еще, так, у меня один суд пока только построен, если я ничего не путаю, если вообще построен, подождите, два хода, два, подождите, я разве в столице не строил суд вообще, четыре хода, да, не строил, надо было еще из столицы суд начать строить, то есть, пока нету смысла принимать, все еще legal code, он дает минус один к несчастью за каждый суд, но судов у меня нету, что митцевики тратить, зря, но я могу глянуть, ой, что у нас в религиях, я могу гностицизм принимать и по-моему Revelation, да, дайте глянем, что у нас тут, а, не показывать, я уже начал строительство, то есть, вот второго уровня могу, гностицизм дает 0,5 от каждого храма за специалиста, а тут приказы, ну я бы, я бы, мне хочется в науку ломануть, почему-то, так, ладно, в беневентуме, что мы тут построили в беневентуме, ну мы тут культуру улучшили, имеет ли мне смысл еще каких-то специалистов, мне кажется, пока нет, а, мы, наверное, вот этого специалиста на добычу, ладно, давайте проекты проведем, видите, уже третьего уровня у нас архив, форум и с чего начнем, наверное, с архива, ну храм соломону надо в любом случае, потому что он дает плюс 5 монет за каждый город в мире, в котором есть иудаизм, то есть в данном случае плюс 40, это 8 городов, и сам по себе просто плюс 20 процентов культуры, ну и 2 очка победы, кстати, у нас вот эти все меня опережают даже скорее всего чисто из-за чудес, не, у этого только 2 очка к чуду, 2 очка к мавзолею, 2 очка к оракулу, вот это у Египта куча чудес, на самом деле, так гибит вообще никакой, судя по всему, то есть уберите эти 8 очков, у него 10 очков, он слабенький, у меня уже 3 сильных города, видите, в культуре, но у Греции, у Греции 7, вот Греция в культуру валит, слушайте, я вот не помню, а тут есть какие-то, полностью показать карту, есть экран с победами, вообще, так, мои города, рост, по цивикам, по военным очкам, вы не думаете, вот, типа, видите, написано, тут еще надо понимать важная механика, вот кажется, я эти города, города Юлиев, нет, смотрите, Фабиев, вот, Фабиев качаю как раз на войну, да, ну, вообще, да, у них и больше очков, с другой стороны, что по религиям у нас, у нас в Капуи и в Неаполе нету иудаизма, и в Аремени, ну, Аремениум только встал этим ходом, в Капуи и Неаполе, особенно вот в Неаполе, там за раз тризм один сплошной, Фикасия Рома, ну, я там, конечно, ломанул на еду, я там все застроил, у нас Рим житница, в общем-то, но и с другой стороны, Бенивентум, шахтерский город, 136, вообще, зашибись, да, авантями у нас куча дерева, в осте и куча камня, все только специализация, ничего так, так вот, экран победы, вот он, ну, тут только две победы, да, возможно, либо по амбициям, либо по счету, либо кто первые 10 амбиций выполнить, либо кто первые 60 девочек, только вот, я не знаю, что амбиции компьютера не показаны никак, я не уверен, что они вообще могут победить амбициями, но мне надо занять это место все равно, потому что я там еще один поселенец делается, приехал, вообще больно, ух ты, больно-то как, больно-то как, Ассирия музей закончила, в Вавилоне смена правителя, королева Нинсуну пришла к власти, рейд нумидийских ребят около ариминиума, интересно, как они будут рейдить, если там горы, о, прокачался губернатором, блин, что то, что другое, ну, хорошо, на Квайрис прокачать, там все-таки их три штуки есть, но это все равно не очень большой бонус, прямо скажем, так, давайте, пожалуй, суд построю, вот тут, так, достраивается, суд один, мне надо что-то в Риме строить, ну, не что-то, а конкретно суд надо строить, этого парня я сюда вел, чтобы коттедж поставить, но, наверное, надо в Рим, чтобы суд, давайте подумаем, где, ну, где-то, вот, на городских этих клетках, да, я прям, вот, с центром города, бы, наверное, поставил, так, теперь, каменоломни предлагают, но, у нас их и так, плюс 117, я бы, конечно, лесопилки делал лучше, так, подождите, давайте я подумаю, так, здесь, мы ждем, когда появится, следующий уровень культуры, так, юнит, а в капуи, ну, тоже юнит, давайте тут лучника, что у нас по силе, я постоянно сравниваю, о, блин, уже грек опять намного сильнее, а все остальные просто сильнее, ну, мне кажется, у меня уже армия, зашибись такая, единственное, что там с нумидийцами, ну, то есть, было написано, что набег где-то вот здесь, рядом с арминием, но очевидно, что они могут только там начать как-то нападать, я вот так пока встану, так, тут вылечимся, блин, я бы отправил этого парня туда на помощь, да, в поврежденных, давайте прокачаем, так, и два рабочих, один тут, один тут, вообще, следующим ходом мы сможем уже библиотеки строить, я бы, наверное, этого парня на библиотеку перебросил, вот сюда, так, хай стоит, а этот раб, и этого рабочего на библиотеку, то есть, библиотеки дают просто одну науку и плюс 20% к науке, так, то есть, опять же, никакого соседства ничем не надо, ну, кстати, вот тут можем как раз вырубить лес и сразу библиотеку строить, так, тоже пропустим ход, и берема обратно возвращается, что, могут еще этого убить, мне, наверное, надо тут вот этого парня апнуть в булаву, как у нас отношение с семьей, нет, один только проатаковал, карфагене, карфагене, королеву умирал, что-то там все правители дохнут, и открыли библиотечку, так, бесплатный анагор не нужен, мне предлагают мне предлагают вот это открывать, тут откроется у нас еще один юнит, и законы, профессиональная армия, каждый архив будет два очка военных очков, и строительство пехоты на 25% быстрее, но содержание в деньгах высокое, а волонтеры плюс 20 военных очков за каждую войну, которую я веду, и можно ускорять строительство за счет населения, не знаю, что то, что другое какое-то не особо интересное, давайте посмотрим, мне кажется, вот кайнаш надо принимать, потому что там тем более да, рынок, можно усмирять города, будет, вообще, мне вот сюда надо поставить направление, что я вот сюда хочу идти, но у меня не выпало, не выпало ни одна, а нет, торсион, кстати, через баллисту, ну, может, ладно, давайте это буду открывать, караван карфагенских артистов остановился в ариминиуме, чтобы отпраздновать многообещающие отношения между нашими нациями, в состав труппы входит карфало, наследник карфагенского трона, что это он путешествует с артистами, в течение вечера вы замечаете, что он привлекает внимание вашего друга, не, вашего, вашей наследницы Семпрони, так она же недавно вышла замуж за перса, что за фигня, пусть веселятся, плюс 2 харизмы получим, между прочим, они должны сфокусироваться на своих ответственностях, ведет к следующим событиям, и поделиться своими сомнений, давайте сфокусироваться на ответственности, интересно, к чему это приведет, так, построил, построил монастырь, так все-таки работает тут соседство получается, видите, плюс 12 все-таки работает, блин, у храма должно быть соседство, странно, у монастыря не должно быть соседства, у храма должно, ну, емано, там было плюс 20 процентов от соседства с монастырем, ну, блин, ну, мне, видимо, надо будет тогда вот здесь построить два коттеджа вот здесь, и тогда я тут смогу храм строить, а пока пошли монастырь, знаете, где построим, вот здесь, вот здесь, библиотечку, так, а почему вот здесь, а почему вот там 3,6 дают, почему вот тут 2,6, а вот там 3,6, за счет чего, но мне надо видимо встать, чтобы это увидеть, к сожалению, то есть никак не залочить эти, ну, придется потратить приказы, просто интересно, за счет чего здесь больше дают, от близлежащего ресурса плюс 1, вообще-то нигде не написано, а, вон написано, плюс 1 наука за каждый рядом находящийся ресурс, вот в чем дело, а ресурс тут лошади в данном случае, то есть по идее вот здесь было бы еще больше на месте этого святилища, хотя я могу вот здесь, а, не могу, библиотека в любом месте строится, нет, видите, вот тут я не могу, потому что нету двух зданий рядом, ну ладно, давайте тут библиотеку построим, почему нет, так, суд завершу, по-моему, где-то я еще суды закончил уже, так, тут 5 ходов, тут 4, там 2, нет, еще не, ну вот, еще в Брундизе и закончил, может принять уже закон, сейчас он будет давать определенный минус вот в аретиуме, да, минус 1 отсюда, работает, лечимся здесь и спешим на помощь, генералы у нас есть, вот эту давайте, потихоньку отступаем, так, тут у нас еще 3 рабочих, этот суд закончил, этого я как раз сюда перебросил, блин, ну значит и тут где-то лучше, ну уже камня не хватает на библиотеку, ну все равно 0,8, но это так мало, потому что сам город мало науки дает, значит мне вот тут надо библиотеку строить, зря перебрасывал, эти хреново прочитал, что там есть сосед, нету соседства никакого, тут я не хочу, потому что здесь я планирую эти строить, коттеджи, так, чтобы купить камень, я нажимаю на alt, ну он самый дешевый ресурс, камень и еда ведь самые дешевые, поэтому пофигу, так, тут суд у нас закончился, да, лесопилки построить, тут вот три лесопилки бы были неплохи, так, еще один рабочий здесь, хорошо, а тут у нас где библиотека, три и четыре, четыре и четыре, а почему, ну вот один ресурс, ну так, два и четыре, а там четыре и четыре, значит, два ресурса каких-то соседствуют, получается, нет, ну ладно, я все равно иду сюда строить библиотеку, даже куплю камень, плюс два от соседних ресурсов, вот, а, вот тут у нас ресурс, да, железо здесь, так, и варитьюми, тут я фермера закончил, а, тут, видите, для, для фермы, собственно, чтобы добавилось, клеточка, ну мне игра рекомендует сюда спеца еще посадить, в принципе, за четыре хода нормально, нормально, ну и где это нашествие нумидийцев под аримини, ариминим, господи, арими, ариминум, под ариминум, ариминум, аримин, как, поназывают свои города, обдолбаются лавандой, и города называют дебильно, ты, ты, что он там за мной гонится все, вот, что-то наш король заболел, христианство, блин, я распространяю иудаизм, распространяю, а вы все, фига себе, начинает, так, что-то там возбухает Египет против иудаизма, я так понимаю, семья Юлиев не может сдержать свою ярость, они собираются вместе, чтобы настаивать на том, чтобы во имя иудаизма нация объявила войну Египту за их за их ненатуральные христианские верования, ну, тут, собственно, либо 4 города Египта захватить, либо минус 80, ну, у нас, по-моему, с Юлиями отличное отношение вообще, да, плюс 227, поэтому минус 80 не страшно, потому что воевать с Египтом, ну, смотрим, сколько тут у Египта, она просто сильнее, тем более, что Египет, по идее, в войне с Вавилоном, а с Карфагеном уже перемирие, но в войне с Вавилоном, и вообще отношения с Карфагеном хреновые у них, а тут, как, кто, с кем воюет, а Сирия, по-моему, ни с кем не воюет, ну, да, даже с нумидийцами, греки с персами воюют, опа, и с нумидийцами, ну, персы, соответственно, с греками, Египет с Вавилоном, а Карфаген ни с кем тоже, ну, пожалуй, откажусь от такой заманчивой идеи, так, Като, великий мыслитель и политик из Капои пишет хронику истории Рима. Его отчет включает в себя все главные события в истории страны, как вдохновляющие, так и трагические. Следует ли сделать этот документ, доступным для всех, или запретить его для защиты государства? Значит, доступным плюс 60 культуры в Капои, а запретить плюс 40 всех семей. Ну, пожалуй, вот это я выберу, мне надо с семьями улучшать отношения. Так, отлично. Блин, полностью здоров должен быть для апгрейда, все время об этом забываю. Так, тут валим. лучник в Неаполе. Фига тут стоит эта катапульта ассирийская. Вот эти ассирийские войска напрягают постоянно. карательная экспедиция. Так, тут нам нужны суды, тут нам нужны библиотеки. Давайте, Катя, думать, где тут библиотека круто будет. У Катя, вот тут библиотека встанет. Ну, тут, правда, один ресурс столько. Ну-ка, давайте я вот этого сюда переведу и глянем. Четыре. Даже лучше нигде нету, я смотрю, да? Ставим библу. А этого ведем сюда суд. Или сюда лучше его суд поставить. Давайте сюда. Правда, я сейчас, наверное, не смогу. не хватит. А, нет, смогу. Только камень купить надо было. Так, этот стоит, ничего не делает. Этот стоит. Ну, у нас нету приказов просто. Юнит. Я в городах Фабиев чисто юниты клепаю. Развиваются у меня другие города. Ну, кстати, осталось одного специалиста разместить только. Давайте, кстати, время после дисайпла. Ну, в монастырь, наверное. Так, каменотес есть. Пастухи есть. Так, нет, так было. дисайпла сделаю, потом монах. И выполнится эта амбиция. Так, все, у меня нету приказов больше. У меня, видите, две основные скопления юнитов у Капуи и у Антиума. То есть, Капуи это если Осирия решит напасть, Антиум это если Египет решит напасть. Как медленно это все. Это вот хреновая оптимизация, хотя у меня не знаю, он по-моему у меня 32 гигабайта памяти, а игра это потребляет 7 гигабайт и естественно просто не полностью загружен. Известен как строитель теперь. О, опять Карфаген в войне с Египтом. Король выздоровел, слава богу. Люди в Осте решают провести атлетические игры, чтобы отметить их хорошее положение. Они хотят, чтобы вы как губернатор почетно поучаствовали. Ну, либо мы участвуем как судья, получаем плюс один к харизме, либо вейга он за атлетс это делать ставки на спортсменов. Это мудрость. Ну, я, мудрость возьму. Наука, наука, еще раз наука. Так, вот у нас есть еще один посел, который я сюда планировал вести, но у нас проблемы с фарварами пока что. И вести, в общем-то, некуда. Пускай постоит пока. Так, есть суды, тут есть амфитеатр, я могу колизей тут построить, и я вроде как раз давайте подумаем. Может мне лучше здесь коттедж вот сюда поставить. Соответственно, я тогда смогу амфитеатр здесь сделать. И он будет влиять 20% от близлежащего коттеджа. или сделать вообще вот тут два коттеджа, а тут тогда амфитеатр. Тут у нас будут коттеджи еще. Да, наверное, так. Надо коттеджи просто потому, что у меня еды дофига, они потребляют еду и производят деньги, а деньги вы всегда деньги универсальная штука, которую вы можете что угодно потратить. Все, я уже тут могу амфитеатр вот тут наверное построю. Колизей, точнее, Колизей. Упс. Не срабатывает. Видите, тут надо... Я могу здесь Колизей строить, просто мне надо зажать Control, типа, чтобы убрать объект, согласиться, что это убирается, а Alt, чтобы купить камень. Ну, какие-то ошибки, видите, выпадают. Ладно, давайте тут попробуем тогда. Здесь нам достаточно Alt зажать, да. Так, тут я коттедж построил, чтобы здесь очевидно построить амфитеатр, да. Может, давайте я сначала ферму здесь сделаю, как я и хотел. Так. тут у нас тренировочный плац для лучников сделан. И этого рабочего... Да, давайте вот здесь каменоломню и сюда бы специалиста, чтобы территорию захватить. так, три. Этот лечится. Этот тут стоит. Этот уровень получает, причем я его подведу немножко сюда. давайте против пехоты. Так, шесть. Берема плывет дальше. Территорию следует. и два приказа для посела. Ну, не должны они убивать посела, так что сюда подойду. Так, в антиуме может пока немножко приостановить. Нам надо как-то виноград добыть. Давайте, наверное, вот сюда спеца сделаем. Да, долго. Но, я могу, ускорить его. Давайте я, наверное, ускорю. Отлично. и сюда отправлю лаванду. А, у меня нету приказов. Хорошо. В Брундизии посела построил. Ну, тут надо спецов, конечно. Давайте в ресурсы. Так и так. Тут ускорять не буду, потому что четыре хода, в принципе, нормально. Нормальная скорость. Это значок, что у нас с Египтом мир, да? Да. Со всеми остальными перемирия. Так, я, я уже по очкам Карфаген начинаю догонять. Вавилоне умерли. И я выполнил амбицию контролировать 20 специалистов. Отлично. Так, добиваем эту лошадку. Тут движемся туда, добавлю генерала. ой, блин, я тут был генерал, дебил, блин. Еще раз добавляю. Только зря, собственно, потратил сейчас очки. Так, ну, по силам подходим потихоньку. лесопилки делаем. Видите, у нас именно с деревом самые большие проблемы. Я на самый дорогой ресурс. Если со всем остальным будут проблемы пофигу, ну, собственно, сейчас как с камнем, просто постоянно покупаю, то дерево будет дорого стоить. это, значит, пропускаем ход. Построили спеца. Я могу, так, значит, сюда я хочу лаванду отправить. Первый виноград я буду отправить. то есть, я все время хочу здесь максимально снизить уровень недовольства. Уж минус четыре идет, отлично. Так, здесь продолжаем. Так, и так, нам надо вино, добывать. А за цивики сколько стоит? 300. За деньги 570. А стоило 500 в прошлый раз, да? То есть, на 70 увеличилась стоимость. ну, давайте сейчас за цивики ускорю, а следующего опять за деньги. Смотрите, я хочу посмотреть, давайте один ход пускай построится, я хочу посмотреть, сколько будет стоить, если один ход что-то строится. так, в беневентуме четвертый уровень архива, ну, пожалуй, пожалуй, мне рекомендуют Акалита либо форум. Акалит следующий будет давать три культуры, три науки и половину приказа, а форум просто четыре цивика. И то, и то пять ходов. Давайте улучшим Акалита. И в капы у нас юнит построился. Давайте, наверное, вот этот ресурс попробуем добавить. довольно быстро пять ходов строится. Это у нас что там серебро. Лечимся. Этого выводим сюда. Апгрейдим. Ну, это, в принципе, может дать беремый, похожу, потом посмотрим, сколько у нас останется приказов. Видите, в принципе, сейчас количество приказов, которые у меня есть, хватает на все. Все. «Все». «Все». Ну, не знаю, давайте сюда подведу. На тот случай, если Надо будет больше войск перебрасывать туда Против Ассирии Ну тут, конечно, лидер Ассирия у нас пока, очевидно И по юнитам, и по территории И по всему А, слушайте, я к персам шпиона не отправлю Уже всех вижу, кроме персов Надо в персию отправить шпионов Чтобы раскрыли территорию Карта, кстати, интересная получилась Интересно, так все и расселились И вроде у всех место такое есть Так, в Аретиуме Каменоломни там, по-моему, не особо Ну, все равно это лучше По-моему, там вообще не только каменоломен А, нет, одна есть 2,4 цивика, 14 камня 3,4 цивика, 19 камня А, вот Нашествие варваров, кстати Ну, с этим, я так понимаю, мы быстро справимся Так, я могу Revelation и гностицизм Основать Крестьян у Египта Или пойти распространять религию Гностицизм Пол Науки за каждого специалиста от храма Давайте, наверное, гностицизм буду основывать Посмотрим, сколько у нас науки будет Значит, 175 Ну, плюс 7 добавилось Но у нас постепенно, наверное, будет увеличиться Потому что мы храм еще не везде построили У нас вообще, по-моему, только один храм Да, то есть Чисто вот этот храм Дает уже прилично Храм Соломона будет 16 культур и 50 денег в ход У меня денег и так прилично, хорошо А просто храм Мне надо рядом с монастырем строить Давайте вот здесь Это суд Давайте Для лучников Поле Ой, уже министерство могу А, ну потому что Ну, а на министерство тоже легальный код работает Так, ну я бы, конечно, библиотеку хотел Один из шесть Да, блин Только две клетки вижу Один из шесть А все, только две клетки Ну, что-то маловато, да? Так, конечно, я хотел вот посмотреть, сколько будет стоить Теперь Четыреста шестьдесят Четыреста шестьдесят Двести пятьдесят Ну, давайте Тут ускорю цивиками Опять же повторю Мне нужны Нужен виноград Всем во все города разослать Манихейство в пяти городах Христианство в трех Иудаизм в шести Ну, все, и зороастризм очень круто разносит Ассирия аж в одиннадцати Ну, у меня со всеми религиями все равно нормальные отношения Так, так что, что делать? Министерство я пока не хочу Я хочу библиотеку Хорошо, а в столице как библиотека? Ух ты, семь и четыре А, ну это, наверное, от процента просто Тут много от процента Это не от ресурсов, по-хорошему А именно от М, блин Вообще, мне кажется Вот тут вместо фермы Должно много дать Давайте глянем Да, тут восемь и четыре будет Я думаю, что тут еды и так дофига Поэтому я бы Именно здесь библиотеку строил Блин, не получается Видите, игра Игра не дает убрать Написано, чтобы заменить ферму Нажмите control Вот я нажимаю и ошибка выскакивает Я не могу убрать ферму Если бы хотели какие-нибудь тут действия были Тут даже нету выбрать убрать Первое убрать территорию, а потом построить библиотеку там Фигово Ну, давайте, ладно В районе просто строить Жаль Так, в Риме У нас Иудейский парень Тут у нас есть что строить Тут нам надо сначала коттеджи Ну, наверное Варетиум Отправим У нас тут где ресурсы Варетиуме? Вот это два ресурса, да? Надо вот тут храм А, не храм, монастырь А, стопа Он от плантации Он от плантации Да, это У нас плантации нету вообще Тогда нам надо так, чтобы я храм мог построить Потом Это, видимо, вот здесь Ну, вот Видите, просто стоя здесь Лучник прокачался По-моему, зашибись Чё это такие А, это не границы Это он Я думал, до границы Вавилон Думаю, чё это они такие большие у него Это у него Беремые стоят на якоре Не знаю, зачем Тут некуда Юнитов перебрасывать Вообще-то Блин, опять забыл Шпиона отправить В Персию Так Дисайпла Закончили здесь Давайте 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 форум Так Баритиуме У нас Спец Закончился Давайте, наверное, ещё Кстати Это вот В городах Вообще Это город Клавдия Мне надо В городах Юлиев Вот На Цивике Потому что там Бонус к цивикам Идёт Да, ну немножко вот это отложится амбиция Я Хочу в первую очередь Монастыри и храмы построить А потом уже Разносить религию Потому что Кстати, монастыри и храмы сами по себе Кажется, влияют На скорость распространения Уже Карфагензер и астризм стал В Египте Христианство Может мне В Грецию Попробовать Разносить Несомненно В Капу и Неаполь Надо будет Добавить Так, я хочу Так, а серия предлагает Торговлю Они нам Дерево Мы им Цивики Мы им дерево А, вот это Это неплохо Цивики А мы им военные очки У меня их Просто дофига Постоянно Вот наш канцлер Умер И у нас единственный вариант Блин Минус две культуры В каждом городе Это вообще нормально? Дайте глянем Как у нас С культурой по городам Какой прирост? 8,4 Ну, то есть Это очень Существенный минус На самом деле 14 Вообще два То есть Тут вообще культура Не будет расти Что, без канцлера Побыть? О, сейчас Один ход нам дадут Давайте Давайте вот это Попробуем Чтобы нам Министра дали Следующим ходом Открыл я Баллисту Который, кстати В поле Баллисты Афгрейдить Может мне Этих Баллист Поднастроить Слегка О, крит Одним ударом А что я тут Посол Это суд Это библиотека Ага Видите У библиотек Тоже нету Иконок В общем Ну Изображение Нормального Интересно Тут шахты Влияют Друг на дружку С другой стороны Нафиг Не шахты Хотя тут Наверное Коттедж Поставлю Так Библиотечка Тут я собирался Вот тут Два Коттеджа Ставить Чтобы Здесь Можно было Храм Библиотек Опять Камни Ну у меня камни Камень дешевый Так что Пофиг Честно говоря Так Я сюда Хотел Спеца Тоже Добавим Тут тоже ресурс Какой-то Да Мрамор И Этого Парня Давайте Рейч Построим Так Тут Суд Да Там мы Монаха Доделываем Потом Подумаем Не хочу Я пока Спецов Я хочу Дисайпла Доделать Так Тут Библиотека Колизей Есть А порты Я еще не Открыл Или Где он Библиотека Болиста Где у нас Порт Это Форт А мне нужен Вот порт В картографии Пока Не открыл Ну вот Тут Порт Нормально Будет Соседствовать Ну не знаю Лесопилки Вокруг Свиней Делать Или Тут Ферму Пока Дайте Ферму Я хочу Эту Как-нибудь Убрать Может Следующим Сейвом Когда Будет Уйдет Эта Проблема Походили Шпиона Отправляем В Персию Наконец-то Ну Не открывается экшен Хорошо Я могу Я просто Через Экрану Конечно Ключ Ключ Игра Ничего Не могу Сказать Ага Эта Не открывается Класс Отправил Шпиона А все Вот и все Море Здесь Три Города Вавилон Не Два Города Вавилона Стоит Один Город Египта Вообще Тут у Вавилона И С Карфагеном Должны Быть Какие-то Терки Ну Вообще Плюс 46 Плюс То есть У них Нормальные Отношения А он С Египтом Все Воюют И Карфаген И Вавилон Кстати Я же Агента я могу посылать И Воровать Техи По-моему Я уже Открыл Эту Фиговину Только Давайте Не Принцессу Симпронию А вот Антонию Подождите Она у нас Она у нас Юлия Она не может быть Губернатором Так Тут у нас Уже есть Губернатор А Я уже Разместил Везде Губернаторов У нас Вантиуме Нету У нас Фабиев И нет Теперь у нас Фабиев Не хватает Ладно В общем Сюда Давайте Отправим Агента Здесь Он уже Там Да Наверное Следующим Ходом Попробуем Техи Какие-нибудь Воровать Ну Это Фиговый Канцлер Как я Искал Сейчас У нас Один Ход Мы От Тех Может Быть Получим Так Возвращаем Беремму Домой У нас Еще Четыре Приказа Один Два Приказа Я бы Хотел О Открылась Слава богу Так В Персию Через три хода Откроем Последнюю Ну Кстати Можно в этом Заново В Грецию Потому что Это вот Мы открыли Ту территорию На тот момент Когда это было Это Много ходов Назад Они могли Уже тут Больше Заселить Территории Тут вот Явно Видите Река То есть Ассирия Тут Черное море Опять же Отделяет Персию От всех остальных У нас Получается Таких Грубо говоря Три континента Два приказа Что мы можем Сделать Может Отправить Торговую Миссию Какому-нибудь С кем У нас Вот у нас С Ассирия Ну мы С Ассирией Так торгуем Грек Не согласится Я думаю Давайте 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 В Карфаген Ух ты Минус 15 Цивиков Валит Но это Потому что Я что-то За цивики Строю Ну Обкип Конечно Да Но у меня Много Все Вот это Видите Это за цивики Строит То есть Он не идет В общий котел Форум За цивики Строится Это за цивики Строится Это за цивики Строится Да Это точно Да у меня Во всех городах Собственно Все за цивики Сейчас Так что Можно не пугаться Потому что Такой минус Он вернется Я что-нибудь другое Буду в городах Делать Ну и тем более Я как раз Во многих городах Делаю то Что увеличивает Количество Этих очков О У меня добавился Какой-то ресурс Который я в город Не отправил Вино 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 Надо в какой-нибудь Город Наверное У меня вот Три больших города По-моему Это Осте Антиум И Рим Вот их надо Как-то развивать Хотя Беневент Он тоже Крут Потому что Он во-первых Святой город Во-вторых Тут куча Ресурсов Как раз Губернатор Губернатор Неаполя Умер Так Подождите Давайте Мы тут Нам Достался Какой-то Великий Человек Но К сожалению Не в Канцлера Кто нам Достался Спуриус Министр Ну и Почему его Нельзя В канцлеры Да А умер У нас Губернатор Кто Неаполя По-моему Нету Кандидатов Агент И шпион Может Губернатор И шпион Губернатор И посол Блин Ну давайте Еще одного Бесплатного Ученого Картографию Мне Канцлер Нужен Все Как-то Не Добавляется Так Вот тут В антиуме Давайте Видите Уже Плюс 19 Садовника Ускорим За деньги Пятый Уровень Минус 20 Процесс Надо Сюда Посылать О И еще И этот Добавился Благовоние О Видите Минус Сейчас я вернусь Обратно На четвертый Хотя бы Так В антиуме Уже Минус К недовольству Время Уже Минус 5 К недовольству Это очень Хорошо Вости Пока Плюс Надо будет Востью Посылать Еще Всякие Штуки Так Сюда Здесь Я поставлю Коттедж А потом Сюда О Видите Улучшилось До Деревни Коттедж Дает 10 Монет И Минус 2 еды И 1 и 2 Это от Соседних Культурных Зданий А это 15 Монет Так Ааа Я достиг Максимального Количества За каждый Культурный Уровень Не больше 3 Короче Каждый Культурный Уровень 1 коттедж Понятненько А когда На следующий Культурный Тут Наверное Не скоро Будет 47 Ходов Так Блин Надо подумать Тогда пока Что делать Так Здесь Я хотел Храм Проблема В том Что Я опять Ошибся А Почему Не ошибся Вот тут Я могу Храм Построить Что там Появилось Уже Да Пока Можно Не спешить С поселом Потому что Там надо Долго Будет Их Вычищать Так Лесопилки Не то Чтобы Нам Нужны Быстро Библиотечка Министерство Амфитеатр Давайте Наверное Вот сюда Коттедж Так Здесь Я Суд Построил И библиотеку Заодно Угу Ну В этом Городе Не знаю В этом Ну что Министерство Тогда А Тут Нету Тогда Одион Надо Строить Ну И Коттеджей Тут Нету Это В эту Сторону Куда-то Так Прикол В том Что Здесь Видите Все Может Тогда Сюда Вот Тут Коттедж А Вот Тут Одион Тяну Сюда Коттедж Действительно Камня Не хватает А Вот Сюда Одион Так И Вот Вот У нас Два Рабочих Ну Этого У нас Один Один Заряд Остался Один Приказ О Тут Прокачка Ну Дадим Прокачку За этот Приказ Все Все Как я говорил Уже Плюс 19 Сейчас Еще Достроятся Вот эти Всякие Ну Я уже Недалеко От Карфагена По Очкам Думаю Скоро Будем Пока Вот Осирия Ломит Король Греческий Умер Караван Из Персии Да Это я То есть Они хотят Чтобы я им Дал Теху Которая Библиотеки Они за это Ими готовы Либо 120 Дерево Либо 120 Еды Либо 120 Камня Ну Наверное За дерево Давайте Так Во время Какого-то Королевского Праздництва Вы Затеяли Разговор Одним С одним Из ваших Второстепенных Придворных Вино Течет Свободно Пока Будем Разговаривать До Поздней Ночи Не Это Это Ведет Там К Возможным Бастардам Ну Нафиг Всем Заниматься Так Генералы Прокачиваем Либо Храбрость Да Храбрость Подводим Постепенно Посело Так Ага Вот у нас тут У нас есть лишнее вино Это мы наверное в остею добавим Здесь у нас Жемчуг Лошади Мед Пойдем Жемчуг Или Не жемчуг Пойдем Жемчуг Есть амфитеатр Так Вино В остею Постепенно Пойдем 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 32 ну я вы библиотеку так тут от но вообще тут есть ресурсы до которые давали бы но нету рядом ладно библиотеку я бы здесь построил у нас еще место для колизея вот наверно все таки надо будет уже колизей строить прокачки даем против генера против рукопашных юнитов так рабочий министерство и академия еще можно строить блин это все надо на самом деле в столице делать министерство давайте так а почему академия тут опустил лаба не посту библиотека не построена так тут беремые возвращаемся и в городах да давайте моно в монастырь в антиуме мы докончили все это добычу вина тоже в монастырь ну давайте еще в монастырь бенивентуме мастера калит меня бенивентум все таки стоит хотя бы пока еще 3 уровня несчастье ну вообще да он на ресурсы никак не влияет это несчастье на ради договостью строить мы тут будем вообще тут нет никакого бонуса на цивике от количество цивиков ну а тоже в монастырь всех в монастырь отправляем давайте баллисты уже делать в этих городах военных 5 баллист апнуть в полиболосы и вот выполнен выполнена амбиция надо будет глянуть следующим ходом силу армии и надеюсь мне дадут какого-то нового великого человека который можно будет вот почему человек называется спириус министр но в министр его не посадить вопрос ну да окта октавиус ученый я теперь известен как справедливый и открыли перцев бесплатная баллиста интересная штука ну давайте наверно эти порту кулис откроем можно улучшать защиту городов а вот торговая миссия посылал на для торговой миссии в карфаген значит варианты карфаген дополнительный приказ я им еду они мне 6 науки я им еду кстати еды я просто дофига они мне цивики я им еду да давайте на науку пускай плюс 6 науки дают за минус 40 еды плюс 10 процентов если поврежден конечно тут вот и все набеги мы разобрались так вот эту поставлю город вылечу этих ребят и они пойдут дальше с намидийцами разбираться я думаю так персов давайте глянем а не слушайте я думал тут смотрите они тоже на этой то есть это вот один континент а тут просто море значит вот тут конечно вот карта как получилось тут море тут море и между ними вот такая насквозь пролив вот так карта это делается ясно ну понятно ну ладно все равно проапгрейд ну мне кажется думается надо всех их апнуть у нас есть такая возможность и ресурсов куча усилимся так сказать что у нас вообще по армии я хотел еще сравнить силу так рабочих дофига 3 дисайпла берем и пока не апаются арчеры пока не апаются да приснится тоже нет вот у нас 3 x-men а этот лечится а вот этих можно апгрейдить так сравниваем наши силы о в египет уже одной со мной силы и персы 1 все еще только сирия намного сильнее все сны либо сильнее либо равны то есть я уже себя уверенно чувствую в плане армии это приятно так берема возвращается в родные берега я бы ее где-то вот тут наверно поставил на вас даже верно ап ну на фокус у вас такая есть возможность подхожу наверное по силам потихоньку у нас есть приказы и все еще не сыря ни на что то есть он может только как губернатор быть у меня куча губернаторов клавдиев до клавдиев не ну время у меня там сидит офигенно губернаторная 90 процентов к науке до это катя тоже неплохо у него будет плюс семьдесят два процента что он кинус еще города клавдиев рим аретиум да ну кстати давайте наверное заменим на октавиуса ученого так у меня перестала висеть амио цивиков не хватает замена губернатора стоило цивики 56 лет уже нашему королю что нибудь ускорить за деньги этого я наверно не могу ускорить да да я могу ускорить только спецов монах мастер писец слово писать ладно закончим ход пока 2005 еды ну короче у нас амбары ломятся странно что яблоки не гниют в закромах так но медийцы тут нас не атакуют еще хочу глянуть как у нас вообще отношения генерал плюс одна харизма камила иудаизм приняла губернатор помпей иудаизм принял принцесса сапрония плюс одна мудрость наши граждане распробовали вашу еду говорится привезите эмиссара давайте заключим мир да а чё а чё нет видите я могу еще за 185 еды улучшить еще отношения с карфагеном и наш король становится щедрым о так давайте нам наверное вот этого генерала надо взять вопрос только может ли она быть губернатором у нас как раз в антиуме ну генерал кстати для мейсмана как раз тоже не ничего так время короче представить некоторое свежую кровь в династии ты можешь выбрать мы можем хочу выбрать чтобы усыновить одного из представителей знатных семей только если ты в этом заинтересован но это минус двадцать со всеми семьями вообще дайте глянем так у нас отношения только с грецией минус десять но мы с ними вообще никак не контачиваем честно говоря с семьями фабии 70 я бы кстати вот вот эту фабии и принял на самом деле как раз а вот и кстати а вот предлагают канцлера ну вот это блин сервила она фигова из-за минус двух культуры на город а вот это global минус шесть военных очков меня устроит кстати отлично наконец-то а ну вот он был губернатором между прочим вот я его убрал из города я не смог прошлым ходом его добавить потому что не хватало цивиков так у нас есть лишнее а а красители есть я думаю в рим может уже не стоит как бы минус пять и так в антиуме тоже по моему минус идет да обратно черту граню давайте в остею теперь отлично здесь продолжаю а то я опять не смогу да блин видите я хотел здесь храм поставить хорошо а где я могу а храм пока нигде него хорошо где я могу академию 4 8 о 5 и 8 давайте вот тут а слушайте так если здесь академию поставлю наверно тут смогу тогда храм библиотечка наверно академию тут ставим 11 9 12 а тут ресурс потому что больше нету мест блин я вот не вижу всплывает табличка вот там вот тут сколько нам дают там явно меньше ну что тогда тут тогда библиотеку давайте не библиотеку академию а ну как обмен это это да это 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 одинаково а можно крит нет очевидно нельзя он следующим ходом мы тут захватываем и ставим город ферма есть амбар в принципе можно нигде его не строил ни разу так два рабочих что с юнитами этот стоит здесь этот ну-ка следующим ходом я его апну можно пропустить просто ход так 6 приказов я бы рабочими решил что делать что с акаде блин что академия где прикол но она тут будет возможную кати построить на самом деле поэтому поэтому давайте просто берем здесь кустарники чтобы не терять следующим ходом следующим ходом я смогу здесь уже академию строить так а тут ну тут наверно уже пора добывать рез и пропустим вот беремый становимся на якорь что в городах тут мы монаха сделали так не хватает камня у нас катя тут жителей дофига давайте может каменотеса еще одного определим тем более один ход бы даже тогда и двоих сделал так варите уме что он как тут у нас губернатор на науку поэтому в библиотеку давайте в брундизии я построил рыбака а и вот откуда у нас собственно красители ну давайте добывать кто тут благовония еще так там уже есть больше тут по-моему ресурсов ма так хорошо заканчиваем ход тут конечно война с нумидийцами долгая идет очень долго что наверно шпиона еще отправим в грецию очередной раз откроем более современное положение вещей кстати где у нас там я помню у меня были где-то верблюды но они все еще не в границах кстати все-таки кустарников вырубает надо все застраивать надо опять около ариминиума где-то очевидно что и здесь где-то они начинают свое движение как раз по воюю с ними камила принимает иудаизм туля становится главой клавдиев и заболела порту кулис открыт давайте картографию сначала там будет порт новый коттедж около беневентума дает возможность придворным дизайнерам показать их хороший вкус как мы его отдекорируем заполнить его кучей росписи 390 монет плюс 120 культуры либо поставить бюсты предков юлиев нет давайте 120 культуры получим 5 канцлер умер ну это конечно старый был к и 5 это говно мне предлагают блин короче давайте философа гости получим это он где у нас а вот прям это что библиотека до библиотека отлично плюс 11 науки блин у меня уже 300 науки скоро будет я вообще могу узнать науку у других то есть какую инфу я могу так торговая миссия укра вот кстати украсть теху могу попробовать между прочим как это не обязательно вообще дайте я гляну тут у карфагена у нас же там агент сидит то есть мне не обязательно агента иметь агент наверно просто что-то получает и все тоже не сама тех я могу и так красть так давайте попробуем собственно у осирии я думаю шла тут самая разбитая шанс 64 процента это у всех интересно так до 64 это видимо зависит от шпиона они от цивилизации также 64 процента что теха украдена но это кстати нить не теха это просто 60 науки вам дадут и все 18 процентов что теха украдена но ухудшились отношения и 18 процентов что какое-то событие произойдет но это 100 цивиков стоит между прочим я тогда не смогу давайте сначала глянем что у нас тут есть по губернатором то что же назначить губернатора цивики стоит это усыновленная поэтому типа на как ребенок но мы установили если помните победы вот где у нас нету губернаторов в неаполе вот вы варим а ну тут у нас нету мы не можем сюда губернатора даже назначить ладно тогда пожалуй давайте потрачим потратим цивики на попытку украсть тихи украсть науку грубо говоря 100 цивиков конвертируем при хорошем исходе в 60 науки вообще на самом деле в моем случае это не самый лучший вариант потому что у меня извините науки вход двести восемь восемьдесят а цивиков 35 а вот и добавили верблюдов собственно пошли их обрабатывать я смогу в беневентуме лучников на верблюдах строить но жалко что только в беневентуме вот тут уровень кстати давайте этим про атакуем еще да давайте вот это лет минус один уровень недовольства в ости и еще и философ 1 получаем ну-ка пусть это второй уровень видимо там до второй уровень и снизился уровень недовольства лично так ну пора город ставить очевидно вопрос только я бы наверно вот сюда поставил что тут еще ресурсы всякие так у всех по три города ну получается юлиев потому что у всех остальных дальность минус так а по им юнит ну наверное против коней там у нумидийцев куча этих коней ну вот идут тут варвары я тут успею вылечиться я думаю что это там спокойно отобью это нападение идти к медиалануму не идти она сейчас подумаю здесь мы построили монастырь строим храм так подождите что у меня тут только рабочие доступны а нет вот парень знаете я думаю что пора начинать строить храм соломона срежь он везде абсолютно одинаково дает в принципе да и пофигу где он строить а он 400 цивиков стоит до 400 цивиков до не можем пока мы его построить тогда поехали куда в брундизий так вот тут я хотел по моему академию строить а сильная культура нужно бараки стронхолд ну не знаю что дорогу пока проводить или на каменоломни немножко вот тут давайте наверно каменоломни сделаю тут и тут все всеми походил что в медиалану а это следующий медиалану будет а тут мы монаха построили так там специалисты сидят везде форумная давайте наверно тут сделаем раз не хватает форум давайте в медиалану традиционно рабочий все конец хода на этом я наверно серию закончу вообще долгое получается долгое правление валерия хорошего кстати все еще в язычестве я тут всячески стараюсь иудаизм распространять внедрять обрезание в римские традиции но очень многие все еще на язычество опираются ну он там это нашествие так минус 1 храбрость для зиалота это нормально но наш наследница конвертируется в иудаизм отлично а эти все какие-то блин в язычество конвертировать в любом случае на этом все продолжение постараюсь побыстрее открыть записать играйте в умные игры и всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока и